Мы были уже после дневного вебинара, у нас была встреча с министром транспорта Словакии, это очень знаменательная, очень серьезная встреча, потому что Словакия, вот сейчас идут здесь торжества, подготовка, весь город отцеплен полицией, здесь все руководство Евросоюза, потому что Словакия буквально сейчас перенимает эстафету, потише, я и так уже сделал потише, сейчас, вот так лучше, как скажите? Соответственно, Словакия принимает сейчас эстафету руководства лидерства на год в Евросоюзе, будет представитель сейчас Польши, Дональд Туск, председатель Евросоюза, и Словакия будет следующая, кто вводит, поэтому контакты сейчас с чиновниками, с представителями, с министерством транспорта, это очень хорошее такое дело, потому что сегодня Словакия будет вносить основные предложения, инициативы, все, что связаны с транспортом, и наша презентация сегодня, Виктор, на английском языке он делал презентацию для министра, он свободно разговаривает на английском, был министр транспорта и его заместитель, блестящая презентация, Виктор настолько грамотно, четко дает информацию, и профессионально ее воспринял министр, и мы договорились о дальнейших шагах, естественно, Виктор пригласил на октябрь на презентацию на наш фестиваль, и министр принял это приглашение, естественно, мы пригласили на демонстрацию и на ТЭК в Берлин, на выставку в сфере транспорта, инновации в сфере транспорта, которая проходит раз в два года, вот, соответственно, мы договорились о уже рассмотрении ряда предложений со стороны министерства, о том, какие бы они хотели рассмотреть возможности по применению именно технологии Skyway, сегодня в техническом университете, и мы сегодня очень интересно, друзья, знаменательно, кто следил за нашими репортажами в Перископе, прямо на ваших глазах, в прямом эфире родился и адресный проект, и мы договорились подписывать соглашение с деканом транспортного факультета, но потом пересмотрели, решили, что надо это подписывать на уровне ректора, кстати, сейчас подумали, и не исключено, что завтра мы все-таки подпишем с деканом такое соглашение, просто для того, чтобы уже нам доводить информацию, и они студентам своим уже официально, как партнерам, рассказывали о технологии Skyway. Чем еще интересно здесь в Братиславе, именно столице Словакии, именно переговоры, что сегодня здесь состоялась презентация Хапперлупа, сегодня были заключены соглашения по презентациям по строительству, поэтому Словакии, и министр четко объяснил, что у них нет никаких предпочтений, им сделал Илон Маск, точнее команда, которая занимается Хапперлупом, предложение по... Да, вот фотография сейчас, очень интересно, это вот в центре сидит министр транспорта, и Виктор Бабурин ему, видите, прям так уверенно, четко докладывает, то есть у Виктора был очень, соответственно, такой обстоятельный, очень хороший доклад, он в совершенстве владеет английским языком, мы, естественно, все помогали Виктору, я кое-что там носил воды налить, когда это Алексей Суходоев демонстрировал слайды, вот, поэтому все были при деле, и, соответственно, доклад очень понравился, мы очень серьезно договорились о сотрудничестве, как дальше. У нас еще Виктор, к сожалению, завтра, ну, что значит, к сожалению, Виктор завтра улетает в Минск, послезавтра он будет в Минске, а в пятницу он уже вылетает в Танзанию на экономический форум в странах Восточной Африки по приглашению руководства Танзании, у него расписан там весь режим, весь график пребывания по минутам, у него там будут порядка десятка встреч с высокопоставленными чиновниками, министрами, сейчас скажу, инвестиционной компании, но я надеюсь, что, да, вот фотографию сейчас Алексей поставил, это мы как раз на входе в Министерство транспорта, вот, соответственно, будет представлять, и для нас очень важно, это очень знаковое событие, ну, вообще, друзья, как мы, наверное, уже привыкли, у нас вообще сегодня нет незнаковых событий, вот, что рекомендацию на участие в этом форуме дало Министерство иностранных дел Белоруссии для того, чтобы представлять именно белорусскую компанию, белорусский бизнес на этом форуме, и для нас это очень значимо, очень подчетно о том, что мы представляемся уже как белорусская технология, потому что она признана и именно поддерживается на уровне уже государства и власти Белоруссии, соответственно, я думаю, что ни у кого не будет вызывать никаких не, скажем так, каких-то ревностных чувств о том, что это называется белорусская технология, потому что Анатолий Давыдович Юницкий родился в Белоруссии, сейчас полигон строится в Мариной Горке, это недалеко от Минска, 60 километров, поэтому эта технология никогда не была чуждая, но для нас сейчас после тех событий, которые произошли в 2011 году в России, когда был уничтожен, соответственно, испытательный полигон в озерах, после представления тогда президенту России Дмитрию Медведеву, после тех событий, которые у нас произошли в Литве, когда мы думали, что в Евросоюзе, и мы реально рассчитывали строить экотехнопарк в Шауляи, это Литва, вот на сегодняшний момент решение о сотрудничестве и работе в Белоруссии правильное решение, и сегодня у нас есть четкое понимание и с властями Белоруссии. А вообще, друзья, сегодня проекты, которые развиваются в десятках и десятках стран мира, мы давно уже вышли за пределы какого-то национального представления, мы не зря для себя взяли основным нашим девизом, основным нашим призывом, основным нашим постулатом к действию, который говорит Михаил Кириченко, я аж мурашки бегу по коже, когда строй, скайвей, спасай планету, это очень важное событие, сейчас мы так немножко утрируем, здесь говорим, строй, скайвей, спасай Европу, Братиславу, но это все, конечно, друзья, частный случай, или просто, вот основное, конечно, это технология, которая объединяет мир, поэтому мы объединяем мир, это основной девиз, который сегодня в нашей компании, и это мы с Алексеем вели, и очень рады, что это принято, объединять это наша работа, это у нас родилось в ходе, ну, такого интересного обсуждения с Ларисой Артамоновой, тоже, которая интересно, таким образом трактовала нашу миссию, нашу задачу. Конечно, основное это объединять мир и строить скайвей, и сегодня мы видим, как эта технология нужна, министр, он недавно занимает эту должность, чуть больше, наверное, трех месяцев, он личный друг Францисика, это вот, которого вы сейчас видите на фотографии вместе с нами, с Виктором, вот мы с Алексеем стоим, и это его очень хороший товарищ, друг, с тем, с кем он общается уже много-много лет, и у нас будут еще встречи здесь, вот Виктор завтра улетит, а у нас еще с Алексеем завтра, послезавтра еще будут встречи, мы будем обсуждать уже в Италии, мы будем обсуждать уже, какие нюансы у нас будет, довольно-таки продолжительная возможность пообщаться, вот, поэтому, естественно, что это очень важно, и сегодня уже, даже при обсуждении таком мимолетном выставке, то есть у нас презентация была сегодня около часа, вот все-таки это в рабочем кабинете министра, и естественно, что час министра сегодня страны, которая принимает руководство всего Евросоюза и обсуждаются вопросы, когда съехалось все руководство Евросоюза сюда против Слава, естественно, что выделение времени такого, это сегодня довольно-таки сложно, вот, но это рабочая встреча прошла, очень важная встреча, и я могу со своей стороны смотреть, сказать, что я все-таки на этой встрече был больше наблюдателем со стороны, потому что великолепный английский, который есть у Виктора, у министра, Алексей довольно-таки сносно, и вот, можно сказать, даже очень хорошо говорит по-английски францисик, тоже, так сказать, я там был, наверное, единственный, кто очень и очень слабо говорит и понимает по-английски, но, естественно, что так как презентовалась технология Skyway, я на 99% понимал, о чем говорит Виктор, потому что у меня слова были понятны, и я уже не первый раз слушаю эту презентацию, и я могу сказать, что просто берет гордость за наших ребят, менеджеров, то есть Виктора, Алексея, вот, которые сегодня могут на любом уровне представить технологию, которые могут сегодня доложить на любого уровня чиновникам и бизнесменам, и донести, и показать преимущества и перспективность технологии, и я считаю, что абсолютно, ну, скажем так, на сегодня своевременно, что отсюда после общения с министром транспорта, а завтра у нас еще будет ряд встреч с очень крупными инвесторами, которые хотят запускать адресные проекты и входить на очень серьезные инвестиции сегодня в проект, дальше Виктор летит в Танзанию, будет встречаться с руководством Танзании, с министром, с министрами транспорта Восточной Африки, и, соответственно, это будет презентация тоже на высоком правительственном уровне, но и все это, друзья, конечно, можно рассматривать как подготовка к тому, чтобы 21-24 сентября в Берлине, естественно, что Анатолий Дуарович с Виктором будут уже презентовать и показывать технологию мировой инженерной общественности, и там мы будем реально заявляться и показывать и обосновывать о том, что мы, друзья, лидеры в мировой транспортной инфраструктуре, мы сегодня предлагаем и запускаем и делаем технологию, которая абсолютно обоснованно претендует на лидерство с инженерной точки зрения, и тот крупный бизнес, который сегодня присматривается, пока делает первые-первыхые шаги для того, чтобы войти в систему Skyway, это, друзья, как раз начало большой-большой работы. Естественно, что мы сейчас готовим основу для того, чтобы потом запускать адресные проекты, и сейчас это все, что мы до этого с вами, друзья, и говорили про адресные проекты, и мы делали первые шаги, и наш первый проект поехали в Челябинске, и потом еще мы много рассматривали проектов. Сегодня мы подошли к тому, что уже мы выработали методику, сейчас мы на первых двух-трех проектах обкатаем полностью систему еще до, наверное, конца этого года, до октября-ноября, и потом наша будет задача – это готовить, запускать проекты непосредственно с властями, с регионами, и весь следующий год мы с вами будем свидетелями и участниками системы, которая запустит десятки и десятки адресных проектов. И в этом будет заключаться наша капитализация, в этом будет заключаться как раз развитие Skyway, в этом будет заключаться и смысл той работы, которую мы сегодня делаем, а наша задача – это постоянно увеличивать спрос и интерес к проекту Skyway, для того, чтобы кто входит и кто услышал и начинает применять технологию Skyway, в этом строился серьезнейший бизнес, в этом строился построение серьезнейших компаний и корпораций. Здесь я могу сказать, что сегодня с нашими партнерами, которые входят, уже прорабатывают на экспертном уровне технологию Skyway, только одна управляющая компания, которая будет управлять восьмью адресными проектами, сегодня по бизнес-плану мы видим капитализацию на 10 лет почти в 50 миллиардов долларов. Это говорит о масштабном продвижении технологий, и таких управляющих компаний будут десятки. Мы все с вами наблюдали и видели, и очень серьезные аналитику, и Виктор рассказывал, и репортажи прошли, это про визит, приезд уже нашего партнера, личного друга Анатольда Арченицкого, Рода Хука, который приехал с экспертами крупнейшей строительной компании Австралии, которые сегодня строят самый высокий небоскреб в мире, поэтому эти люди знают, какие задавать вопросы, они понимают, о чем идет эта речь, и я могу сказать, что и по реакции Анатолия Дуаровича Юницкого, мы с ним очень много обсуждали и общались по итогам результатов, и с Виктором, у нас сейчас было довольно-таки продолжительное время, когда очень подробно спросить и узнать именно все нюансы визита, все остались довольны, и конструкторское бюро, и Анатолий Дуарович, и Виктор, и Род Хук со своей командой, они уехали абсолютно убежденные и абсолютно получив ответы на все вопросы Skyway, и даже интересно прозвучала такая фраза, когда Род Хук в сентябре был прошлого года, и только-только началось строительство экотехнопарка, он говорит, я уезжал в сентябре, и я думал, что я о технологии знаю все, сегодня он сказал, что знаете, что в сентябре я знал только 10%, но я сейчас понимаю, что даже сейчас я не знаю о технологии все, и еще одна очень интересная фраза, когда он уже был в прототипе, и сидел и смотрел, как работает прототип, и уже действующий образец Юнибуса, он задал определенные технические вопросы, и поинтересовался, что мистер Юницкий, а у вас есть что-нибудь, что не продумано в вашем Юнибусе? Он говорит, я 40 лет этим занимаюсь, разве может быть здесь что-нибудь не продумано? Поэтому, соответственно, эта экспертная оценка для нас очень дорогого стоит, и таких партнеров мы ищем, такими партнерами мы дорожим, и такими партнерами мы гордимся, потому что это действительно достойные люди, которые в свое время и работали в транспортной сфере Южной Австралии, Рот Кук возглавлял департамент транспорта, он серьезный человек, который хорошо ориентируется в политической системе, он возглавлял предвыборный штаб у нынешнего премьера Австралии, он серьезно работает в бизнесе, через его компанию в инфраструктуру от Элоиды инвестировано более 12 миллиардов долларов, то есть это очень и очень достойный человек, и именно такие партнеры и должны быть, и будут у Скайвея, и именно такие друзья, и соратники будут у Анатолида Юницкого, и у нас еще есть ряд, которые сегодня включаются, присматриваются, принимают для себя решения, и как раз таких людей можно действительно называть партнерами, их можно называть экспертами, специалистами, и это, друзья, показатель того, как человек, который узнал о проекте от наших партнеров в сети, которые Людмила, она нашла его, прислала ему материалы, нашла в себе смело с ним пообщаться, потом вывела его на общение тоже с лидерами наших сетей, потом он вышел на разговор со мной, подключился Алексей, потом Виктор Бабурин, потом Анатолий Горгиевич Юницкий, и это все естественная цепочка, и сегодня это все результат общей работы, это продвижение десятков адресных проектов в Австралии. И я всегда привожу этот пример, и всегда говорю, что, друзья, это пример того, как человек изучает технологию, изучает материалы, потом из Австралии прилетает в Марьину Горку, встречается с конструкторами и отвечает для себя вопросы. И поэтому, когда кто-то, ковыряя в носу, а есть сегодня такие умники там в интернете, которые там комментируют технологию, и на меня периодически выходят, и говорят, я тут что-то за вами слежу три года, и не вижу никаких у вас изменений, понимаете, ну, пускай еще следят за чем-нибудь три года, но только мне не надо звонить и говорить, я с такими полтунами, балаболами, которые себя называют экспертами, либо теми, кто занимается венчурными проектами, я не знаю, чем друзья такие занимаются, вот Трудхук, да, он занимается венчурным проектом, он занимается развитием технологий, он изучает и работает в этом направлении. С такими людьми очень приятно общаться, и не зазорно работать, и мы достойные партнеры, это достойный друг и товарищ, и партнер Анатолий Довчиневского. А балабол, который говорит, я тут три года за вами смотрю, и что-то у вас ничего не поменялось, хочется сказать, иди смотри еще куда-нибудь, и еще можешь три года ходить. Нам такие партнеры не нужны, нам нужны высокопрофессиональные, высокопорядочные, серьезные люди и бизнесмены, это те, кого мы ищем, и друзья, я могу сказать, что в каждом регионе сегодня у нас находятся такие люди, в каждом регионе у нас сегодня есть партнеры, и вот за неполную неделю, то есть с прошлого четверг, завтра будет неделю, я посетил 24 города. Мы провели 6 конференций, на которых присутствовало более полутора тысяч человек вживую, и я могу сказать, друзья, действительно на каждой конференции, действительно на каждом городе, есть люди, которые поддерживают, включаются в проект, и те, кто приходят на конференции, и каждые встречи, которые мы проводим, мы проводили очень серьезные встречи в Казани, на уровне администрации президента Татарстана, министерства транспорта, министерства торгово-промышленной палаты, и мы договорились, что в прошлый четверг была конференция в Казани, что официальная делегация Татарстана приедет в октябре на первую презентацию в Экотехнопарк. Так же, как и сегодня, естественно, Виктор пригласил, официально пригласил министра транспорта, и он принял это предложение, значит, у нас количество делегаций увеличивается и увеличивается, если раньше я считал, что их там будет 35, потом мы называли 41, то сейчас это уже действительно уходит за десятки и десятки официальных делегаций, городов, мэров, стран, которые будут в Экотехнопарке в октябре, когда будет демонстрация. Естественно, что всех мы приглашаем и в сентябре на демонстрацию и на презентацию в Инотек, то есть инновации в сфере транспорта в Берлин, потому что это тоже важное событие. Таким образом, друзья, если говорить, что как промежуточный отчет за эту неделю, то, что после нашего крайнего вебинара, который мы проводили, была живая оффлайн-конференция в Казани, в Магнитогорске, в Челябинске, в Екатеринбурге, теперь в Братиславе. Вчера у нас была очень интересная, показательная такая конференция в Братиславе, где были представители примерно в разных частях из трех стран. Это Словакия, это Чехия, это Венгрия. И был очень хорошо организован синхронный перевод. Блестящий доклад сделал Виктор Бабурин. Было очень интересно и много вопросов людей, которые пришли первый раз. Мы делали трансляцию в Перископе, поэтому кто смотрел, кто видел, можете, друзья, оценить. И сложность работы, потому что такие конференции все-таки очень сложные, когда идет общение и ответы на вопросы. Для меня это тоже такой важный вопрос, потому что языковой барьер присутствует. Но я могу сказать, что мы тренируемся, мы делаем, мы работаем. И сегодня тоже показательный день. У нас с Алексеем традиционный, вебинарный день, среда. Мы ни при каких обстоятельствах стараемся не пропускать. Единственное, что, друзья, мы сегодня у вас несколько попросили сообщения, что мы объединили и в обед дневной вебинар для новичков и технико-экономически расширенный, потому что мы были в университете. Но как оправдание мы проводили очень содержательную встречу с деканом транспортного фукуритета, потом с профессорами. И кто видел трансляцию сегодня в Перископе, была очень интереснейшая, живая встреча, живой разговор именно с людьми, которые преподают в культете транспорта в Государственном техническом университете Протиславы. Это люди, для которых теория, научная теория, это не пустые слова. И прямо на наших глазах родился очень интереснейший адресный проект. Потом родилась очень интересная идея. Алексей о ней расскажет. Это уже взаимодействие на уровне университетов. Мы договорились, что в следующий наш приезд где-то через месяц, это начало сентября, до сентябрьской презентации в Берлине, мы проведем еще одну конференцию в Братиславе. И уже сделаем очень интересную совместную конференцию с участием университета Братислава, технического университета, университета Вены технического и университета Будапешта. И, соответственно, это уже будет общий такой научный. Нет, потому что интерес к тому, что мы делаем, самый неподдельный. И декан, и профессора транспортного факультета, они очень с большим... Во-первых, они давно все изучают технологию. Вот профессор, с кем мы сегодня встречались, он был вчера на нашей конференции, присутствовал, смотрел, видел презентации Виктора Бабурина, мою, потом Франшисика. Он тоже очень профессионально доводит информацию, он очень профессионально разобрался в сути технологии Skyway. И сегодня мы уже выходим на уровень понимания науки в сфере транспорта. И они действительно понимают, что мы несем передовое направление. Мы очень много обсуждали аэродинамику, когда как раз только еще под впечатлением, потому что Анатолий Дуарович на прошлой неделе, когда я был проездом через Минск, и он нашел время встретиться. Мы с ним так практически набегу. Два часа рядом с железнодорожным вокзалом Виктор подъехал, мы пообщались. И как раз Анатолий Дуарович мне показал последние результаты аэродинамических продувок в трубе, когда мы сегодня имеем результаты, которые даже невозможно было предсказать. Жуковский, когда рассчитывал в конце 19 века аэродинамические сопротивления идеального самолета, он пришел расчетным методом к коэффициенту ЦХ, то есть это по оси Х основной показатель, который показывает формулу сопротивления и энергетических затрат. Так вот, этот коэффициент по оси ЦХ 0,043, то, что рассчитал Жуковский. Мы сегодня получили практические результаты, и это уже подтверждено и закреплено всеми официальными документами, коэффициент, который очень близок к 0,03, то есть это даже лучше теоретически возможного. И это открывает новое направление, вообще новую пластво аэродинамики в движении, и здесь это очень важно сейчас понимать, потому что когда спрашивают о конкурентных преимуществах с технологией Hyperloop, которую представляет команда менеджера Илона Маска, и здесь мы как раз можем сказать, что только благодаря вот таким решениям, только благодаря вот такой науке мы можем утверждать, что наши технологии сегодня вне конкуренции, мы стоим на острие как раз вот этой науки, и поэтому мы создаем технологию, которая наиболее сегодня востребована, и которая будет максимально капитализирована в ближайшее время. Поэтому, друзья, видите, у нас сейчас время сжимается, мы не потому что мы сегодня туристы путешествуем, то есть у меня за эту неделю уже было несколько таких дней, когда я завтракаю в одном городе, в регионе обедаю в другом, ужинаю в третьем, ложусь спать или в поезде, или в самолете, и следующий день продолжается примерно таким же образом. И это, друзья, не из-за того, что я просто хочу так перемещаться. Мы очень интенсивно сейчас набрали темп работы, мы проводим огромное количество встреч с крупными инвесторами, мы проводим сегодня с властями, вот как сегодня прошла встреча, презентация. И все это, друзья, с единственной целью, нам нельзя снизить обороты, мы должны выполнить обязательства по финансированию подготовки берлинской конференции и, самое главное, презентации, которая будет в октябре. Это требует напряжения, и мы в таком темпе будем работать и июль, и август, и весь сентябрь, и при необходимости можем, ну, еще более интенсивно, друзья, я, допустим, не могу уже представить, чтобы больше трех регионов в день и больше одной конференции вживую проводить. Но мы обязательно договорились провести конференцию еще в августе в Казани, и уже арендовали зал, у нас там есть партнеры, которые нам представляют зал на тысячу человек, в этот раз зал был на 450, он был битком, люди стояли, так же, как и вчера, у Братиславия был зал почти там на 300 человек, и он был заполнен, и люди стояли в проходе, это тоже очень такой показатель интереса, показатель работы, показатель важности того, что мы сделаем. Мы обязательно проведем еще конференцию в Братиславе, уже совместную, которая будет и на Чехию, на Венгрию, на Словатью, потому что здесь активно развивающиеся структуры, здесь активно работающие лидеры, здесь активный сегодня бизнес, который включается и смотрит в господи, поэтому это тоже крайне эффективная сегодня работа и результаты. Также мы обязательно еще сделаем одну конференцию в Екатеринбурге, в Челябинске, там я надеюсь, что мы подтянемся, потому что в Челябинске все-таки, я считаю, для города, где живут и работают такие лидеры, как Мирошниченко Григорий Михайлович, как Николай Шубин, как Брюхов Николай, как Леша Алексея Суходоев, здесь я могу сказать, что там конференции уже должны в первую очередь идти на тысячу человек, но пока по всей вот этой линейке Челябинск, я могу сказать, выступил, наверное, ниже всего, бледнее всего, но благодаря тому, что Алексей участвовал во всех других конференциях, все-таки пока, наверное, можно сказать, что простительно, но будем надеяться, что следующая конференция будет минимум на 500 человек, и, соответственно, результаты, которые она будет давать, тоже очень серьезные. Поэтому, друзья, мы вам рассказываем сегодня, это не потому, что там нечего делать, а чтобы вы видели, что интенсивность работы сегодня у Юницкого, как инженера, как президента группы компаний, как генерального конструктора, сегодня крайне эффективная. Он даже на недельку отпросился у всех у нас и поехал отдыхать к семье в Крым, но, тем не менее, даже там он будет проводить встречу послезавтра с президентом Крымской Академии Наук, с основными учеными, которые работают в сфере транспорта, и с бизнесом, который сегодня ориентируется на высокую науку, и там будет проходить большая конференция под председательством президента Академии Наук, и Анатолий Дуарович, естественно, как почетный гость, естественно, как будет в этом участвовать. Поэтому, видите, даже та неделя, единственная отпуска, которую он попросил перед теми событиями, которые будут в сентябре и октябре, благодаря нашей совместной активной работе таких активистов, как Георгий Михайлович Морошниченко, и то, можно сказать, испорчено. Это шутка, конечно, друзья. Это очень важный момент, и Анатолий Дуарович, естественно, согласился в этом участвовать, потому что это очень важно, это обсуждение, особенно сейчас, когда Анатолий Дуарович может показать результаты аэродинамических продувок, когда он может показать уже статические испытания путевой структуры, которые сегодня проводятся, расчетные показатели, которые уже закладываются в то, что в сентябре будет демонстрироваться. Это, друзья, конечно, с точки зрения науки крайне интересно и крайне важно. И сегодня неподдельный интерес идет от тех, кто в этом понимает, от науки, которая сегодня находится в таком передовом крае. И, конечно, все ждут это демонстрации, все ждут ходовых испытаний, все ждут сертификации. К чему, друзья, конечно, мы уже в сентябре приступаем. И это новый этап, это подготовительный этап он прошел. 16 октября трехлетняя компания Skyway, это ровно три года назад была зарегистрирована в Лондоне первая компания, которая начала работать в краудинвестинге, именно это Евразия Нравил Skyway. И сегодня, по прошествии трех лет, то есть на нашем экофестивале, мы, друзья, показываем, что мы сделали. И эти результаты сегодня, я без преувеличения могу сказать, очень значимые, и они впечатляют всех. И впечатляют крупный бизнес, с кем мы ведем переговоры, и министров транспорта, вот как мы сегодня делали, и декана транспортного факультета технологического университета, с кем сегодня встречались, и президента Академии наук Крыма, кому будет докладывать Анатолий Дуавчиницкий. И я абсолютно уверен, у меня даже нет никаких сомнений, что Виктор Бабурин, когда будет презентовать технологию для министров транспорта Восточной Африки, также будет неподдельный серьезный интерес. Поэтому это благодаря нашей с вами работе, это благодаря тому, что за три года с помощью краудинвестинга, инвестпроводящей системы, мы создали механизм, который позволил сформировать конструкторское бюро, получить землю, сделать чертежи, изготовить образцы, сегодня приступить к испытаниям и продемонстрировать технологию. Поэтому, когда кто-то, ковыряясь в носу, говорит, что, друзья, что у вас за три года, я что-то ничего не заметил, друзья, вы так ничего и не заметите. Нам с вами не о чем говорить, мы сегодня работаем не для вас. А те люди, которые пришли три года назад, это вся команда сегодняшних директоров, это молодых талантливых ребят, которые сейчас активно продвигают, это тех инвесторов, которые нашли тогда в себе силы, уверенности, интуиции, для того, чтобы... Так, тут уже технические решения идут. Друзья, давайте все эти вопросы надо сразу напрямую в конструкторское бюро, все технические вопросы рассматривает конструкторское бюро во главе с Анатолием Юницким. Я техникой не занимаюсь, я занимаюсь продвижением только тех вопросов, которые уже выдает конструкторское бюро и как Анатолий Юницкий, как генеральный конструктор. Вот это я сразу для пояснения. Потому что очень много предложений по поводу того, что можно применять, как можно применять. Вот это, друзья, не наш вопрос. Мы менеджеры, которые занимаются в инвестпроводящей системе. Наша задача формировать краудинвестинговую систему, формировать сеть адресных проектов и реально продвигать проект уже к практической реализации. Ну вот, друзья, я слово передаю сейчас Алексею Суходоеву. У него, как всегда, как вы знаете, свой очень интересный взгляд. Я сегодня с большим интересом присутствовал на презентации, когда они вдвоем с Виктором Бабуриным презентовали в университете. Потому что все-таки у Виктора идеальный английский язык, у Алексея почти идеальный. У Алексея идеальный французский язык, английский у него второй. Он довольно-таки сносно, по моим представлениям, говорит на английском языке. Поэтому я сейчас, как собака, все понимаю, но сказать не могу. Но со своей точки зрения могу сказать, что они делают очень достойные, грамотные презентации. И я их с большим удовольствием, хоть и на английском языке, но слушаю. Алексей, тебе слово. Алексей, что-то у нас пропал, появился и не входит. Так, Алексей, если у тебя проблемы с интернетом, то можешь... Мы просто с Алексеем на разных этажах в одной гостинице. Вот. И я вещаю своего номера, он своего. Сейчас пока Алексей будет делать, я попрошу, пойду, чтобы Виктор Бабурин подключился и сказал свое видение. Потому что, пользуясь случаем, что мы здесь все втроем, и основной все-таки сегодня действующее лицо по презентации был Виктор Бабурин, я думаю, что мы попросим его поучаствовать в, соответственно, в нашем сегодняшнем вебинаре. Вот. Так, Алексей, как у тебя? Нормально все работает? Благодарю, Сергей Анатольевич. Приветствую, дорогие друзья. Смотрите, пожалуйста, как видно, как слышно. Чуть-чуть отражает свет. Так, минутку сейчас я поправлю. Так, ну, в походных действительно условиях работаем. То есть, в этот раз нам очень повезло со связью в отеле, чего не было на Кипе. Мы живем сейчас в поездках. У меня произошла небольшая история по приезду в Словакию. То есть, я мечтаю, на самом деле, чтобы побыстрее у нас появились юнибусы, юнибайки, высокоскоростное эффективное перемещение. Наконец-то, визы, ну, либо хотя бы вот эти вот визовые паспортные контроли под казусную ситуацию я попал. Но, в общем-то, все хорошо. Дорогие друзья, о чем я хотел бы сказать? На самом деле, Европе... Нужно проводить действительно мощный... Самолет... Кто-то сразу попал на конференцию... ...50... ...ходил... Так, хорошо. Так, так, получше. Меня... Слышно, дорогие... Слышно, дорогие... Алексей... Меня слышно, дорогие... Алексей, тогда поднимайся ко мне в номер в 412-й и с моего компьютера будем тогда вести, потому что у меня интернет хороший, и это самое... Видишь, у меня не прерывается, а у тебя там что-то притормаживает. Наверное, просто роутер на твоем этаже стоит плохой. Поэтому поднимайся ко мне в номер, и будешь уже из моего номера. 412-й. Услышал, да? Так, ну, видите, у Алексея притормаживает интернет. Вот. Сейчас он тогда ко мне поднимется, вот. А я сейчас... Тогда... Так, Виктор, не знаю, включен. Просто я хотел, пока Алексей выступает, позвать... Виктор. Позвать Виктор. Алексей, давай ко мне тогда поднимайся в 412-й номер, тут 2 минуты икти. Поэтому, пока он будет продолжать, я как раз попрошу, чтобы Виктор включился, потому что он у меня прям вот за стенкой в соседнем номере. Вот. Как уже Алексей начал говорить, у него произошла накладка, ему визу случайно в посольстве поставили на день позже, и когда они с Виктором вылетали из Москвы, его не выпустили. Ну, соответственно, он прилетел на день позже. Вот. Мы с вечера, утром, ну, была конференция, и он уже включился во второй половине, как раз, когда было его выступление, он уже вот прям зашел с самолета и включился в... Вот. Поэтому работа, как вы сейчас видите, идет прям по ходу, прям с колес, и мы следующие вебинары тоже будем в походных условиях проводить. Потом, 23-го числа я буду опять в Германии, в Ганновере, на заседании клуба инвесторов. Это российское, извините, европейское агентство бизнес-проектов. И я хотел поехать с Алексеем вместе, или что я общался в прошлый раз. Мы с Алексеем сейчас устанавливаем дежурство, чтобы по очереди, это каждый месяц такая презентация. Ну, вот как раз из-за вот этого сейчас визового режима, то есть Алексей не успевает оформить визу в Германию. Вот. И в этот 23-го, Юля, все-таки опять я буду один презентовать технологию Skyway уже инвесторам, как я в прошлый раз говорил на прошлом вебинаре. Это очень интересная работа, немцы очень интересно включаются. Сейчас у нас пошла прям регистрация большого количества немцев. Они уже пошли проплачивать, то есть инвестициями уже довольно-таки существенные. У нас Восточная Европа, вот почему здесь и конференции активно, то есть они уже вышли на очень серьезные объемы по инвестициям. Соответственно, это все увеличивающаяся тема. И мы как раз увидели о том, что проект... Так, а где у нас Алексей? Алексей, Алексей, что-то он, так сказать, это... Вот, поэтому сейчас, вот тут пишут, в авральном режиме. Нет, друзья, мы работаем сейчас не в авральном режиме, мы работаем в интенсивном режиме. Вот, то есть действительно можно сказать, что это на пределе возможностей, потому что 5 или 6 конференций подряд, где ночь это переезд или перелет, а иногда смена трех городов, вот, это, конечно, тяжелая нагрузка, вот, но мы нисколько не прочим пощадам и нисколько не... В общем, это серьезный сейчас подход, и мы к этому же призываем сегодня наших партнеров, потому что эти встречи сегодня нужны, мы отвечаем на все вопросы, и представляете, что когда мы приезжаем с Алексеем вдвоем в регион, а вот как сейчас было в Братиславе, еще присоединился Виктор Бабурин, естественно, что не осталось ни одного потенциального, непотенциального инвестора, партнера, у которого были вопросы, и он не получил на них ответы. То есть мы абсолютно открываем всю информацию, мы абсолютно разъясняем все вопросы, и наша задача, чтобы люди, которые уходили после таких встреч, у них не было никаких сомнений, никаких противоречий к тому, что... Ну, здесь как раз, друзья, мы тоже очень много обсуждали, родилась такая очень интересная, это на конференции в Екатеринбурге, когда там тоже один встает и говорит, что я тоже на вас смотрю, и я вот считаю, что это лохотрон, что вы разводите людей, там, все это. Я говорю, знаете, друзья, у меня тоже есть один товарищ, банкир, естественно, он еврей, который смотрит и говорит, вы снимаете на МКАДе, что строится, потом показываете, и вы даете это за свою технологию, и у людей собираете деньги. Я говорю, знаете, что в принципе, такая точка зрения имеет право быть, но в сентябре мы делаем мировую презентацию, а туда лохотронщиков не зовут, потому что туда зовут только людей, которые обладают новизной в мировой транспортной сфере. И, соответственно, раз пригласили туда нас и Илона Маска, то есть технологию Hyperloop, то, значит, вот два лохотронщика, в принципе, которые разводят людей и говорят, что у них есть технологии, мы туда, в принципе, приглашены. Поэтому, ну, не зазорно находиться с еще одним лохотронщиком, который разводит, таким как представитель Hyperloop. Вот, это шутка, конечно. Но, с другой стороны, друзья, мы в октябре показываем действующие образцы, и здесь я этому банкиру-еврею говорю, слушай, а вот как ты представляешь, если мы эти три года снимаем и показываем, то что мы будем показывать тысячам людей, которые приедут, десяткам официальных делегаций, которые приедут смотреть и увидят действующие образцы, которые увидят построенную анкерную и пересадочную станцию, промежуточные опоры, подвижной состав и ни один, и даже ни два образца действующих. Это, друзья, откуда все взялось? Или это что, появилось по щучьему велению? Или это просто так мы сделали, ковыряясь в носу или снимая на МКАДе? Нет, друзья, мы четко работающий проект, который реально ставит перед собой задачи и решает вопрос. Алексей, ты там все это самое, приходи сюда ко мне, в этот самый, с моего компьютера вещай. Леш, у тебя тормозит там интернет и не это самое. Давай, давай быстрее. Я уж думал, ты пришел, а ты еще, так сказать, пытаешься... Виктора я позову тоже в свой номер, и тогда будем с моего компьютера вещать. Алексей, слышал? То есть, похоже, когда мы его звали, у него с компьютером что-то или с интернетом случилось, поэтому, видите, он все пытается ковыряться и пытается войти со своего. Так вот, тут пишут про Сименс, да, действительно, друзья, если сейчас сравнивать, а были ли ошибки с точки зрения технологий, а были ли возможности, когда крупнейшие компании... Все, Алексей, давай, 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 быстрее сюда, потом, пока ты будешь выступать, я Виктора позову уже. Вот, неужели он до сих пор верит? Ну, друзья, тут есть люди, это надо подходить очень спокойно. Будут люди, которые уже будет строиться технология, будут проекты, будет запускаться, они все будут говорить, что нет, этого не может быть, или это все равно завтра все рухнет, или все равно вы что-нибудь, кого-нибудь обманываете. Это, друзья, относиться надо к этому спокойно. Так вот, Сименс, это правильный абсолютно сейчас пример, это мировой технологический лидер, это крупнейшая в мире корпорация, на которую работают сегодня там огромное количество и спецслужб в Германии, и компаний по всему миру. Так вот, они 60 лет вкладывали и потратили более 6,5 миллиардов евро в тупиковую технологическую теорию, в тупиковое направление, построили только одну трассу испытательную, на которой при испытаниях погибло 25 человек. Они построили только одну трассу в Китае, это Шанхай аэропорт, и этот проект закрыт. То есть, несмотря на то, что... Сейчас, секунду, секундочку, Алексей подошел. Это, например, это самый плохой, да. Ну, бывает, это может быть роутер, это может быть роутер на твоем этаже стоит слабый, поэтому, видишь, у меня просто очень хороший интернет. Ну все, друзья, давайте тогда сейчас подпись будет моя, а выступать будет Алексей, не пугайтесь, так сказать. Вот, а я как раз сейчас пойду, видишь, как свет поставил, вот. А я сейчас тогда пойду, Виктора приглашу, и Виктор подсоединится уже после Алексея. Благодарю, Сергей Анатольевич. Да, наверное, у Сергея Анатольевича тут на четвертом этаже получше Wi-Fi. Я, соответственно, дорогие друзья, хотел бы рассказать свое мнение, которое я ощутил именно ту энергию, мощь и заряд, и профессионализм проведения конференции в Братиславе. Я хотел бы вам сказать, что если в следующий раз, точнее не если, а когда, и более того, мы планируем проводить это за несколько недель до Берлина, чтобы буквально толпами автобусов мы поехали в Берлин, повышать популярность и посещаемость нашего стенда, только если говорить даже про чехов, венгров, словаков, и на конференции были многие народности, дорогие друзья, коллеги, это была Канада, это было США, и, собственно, то ли еще будет. Мы обсуждали вопросы взаимодействия и сотрудничества непосредственно с Канадой. В скором времени, я больше чем уверен, мы начнем цикл вебинаров, долгожданных на английском языке, и, собственно, вы видите по картинке, которую вы видите в виде слайда, что действительно народу на конференции было много. Здесь ощущение, что человек 500. Не будем обманывать, то есть 260 человек и 40-50 человек новичков. На следующую конференцию коллеги пообещали удвоиться. Я думаю, что можно и утроиться при тех событиях, которые нас ждут. Если говорить про утренние события, то есть у нас сегодня гипернасыщенный день, я бы сказал, и это действительно режим нашей работы, это действительно такой вот Skyway Lifestyle, и, соответственно, утром мы общались с представителями технического университета с замечательной аббревиатурой STU, но это не струнные технологии Юницкого, это слово Technical University. То есть аббревиатуры похожи, и, соответственно, как говорится, это судьба, возможно, из Destiny. И, соответственно, дорогие друзья, действительно сотрудничество может произойти, оно обязательно произойдет, если сегодня, собственно, нас попросили, что данное соглашение необходимо к подписанию не только на уровне деканата, но и правильно, и корректно было бы его подписать на уровне ректора. И это замечательно, потому что одно дело, что деканат технической кафедры, оговорка, кстати, по Фреду Министерства транспорта, на Министерство транспорта было уже в следующей встрече. И, соответственно, завтра мы ожидаем уже подписания, подготовку. Если вдруг завтра что-то не получится, то уже на следующую конференцию, обязательно до Берлина, мы договорились, что соглашение будет подписано. Желание абсолютное, это бюрократическая система, это бюрократические процессы, которые нам необходимо проходить. И мы поняли, мы сейчас прописываем, создаем дорожную карту инициации европейских адресных проектов. И, соответственно, то, что сейчас происходит, это стандарт создания адресных проектов SkyWay именно в Евросоюзе. И то, что будет сотрудничество с техническим университетом, будет научно-исследовательская работа проводиться с техническим университетом, это крайне важно, дорогие друзья. И вспомним независимое исследование South Wales, Австралия. После того, как случайно нашли это исследование, буквально через некоторое время, собственно, появился Ротхук, и сейчас мы видим развитие адресного проекта в Австралии. И, соответственно, во второй половине дня уже мы встречались с министром транспорта. Интерес был очень большой, и Виктор Бабурина, министр транспорта Словакии, слушал с огромным интересом. И, собственно, была проведена действительно блестящая презентация Виктором Бабуриным. Я думаю, что всем англоговорящим стоит взять мастер-класс, и мы обязательно пропишем вот эту первичную презентацию, чтобы те люди, не все, я повторяю, не все, не нужно всем идти к чиновникам, общаться, а те, кто имеют знакомство, как наш коллега Франтисик Соллар, то есть это буквально на уровне, что можно позвать, попить чай домой, обсудить в приватной обстановке, не в официальной обстановке. Если такие связи у вас есть, дорогие друзья, пользуйтесь, потому что время уже пришло таких контактов, и, собственно, вот Словакия тому пример. Ну, собственно, передадим в хедлайнеру сегодняшнего дня, сегодняшних встреч, сегодняшних презентаций. Мы, как говорится, с Сергеем Анатольевичем подносили патроны, патроны для маркетингового боя, будущего входа и врывания даже, я бы сказал, в индустрию транспорта, зарождающегося транспорта второго уровня. Поприветствуем Виктора Бабурина. Виктор? Аплодисменты, аплодисменты. Ну, Леш, ты прям это, нет, конечно, слишком, мне кажется, пафосно и круто, хедлайнеры и прочие странные слова. Да нет, на самом деле, я вам скажу следующее. Друзья, коллеги, мы подошли к тому этапу, который, вы видите, должен логически следовать за всеми нашими этими строительствами в Марьиной горке, ковырянием в этой белорусской зимней, осенней, весенней грязи и прочее, прочее. То есть мы должны не забывать, что это всего лишь этап небольшой в развитии проекта. А вторая огромная часть, которая следует за демонстрацией полигона, которая должна произойти осенью, это продажа технологий. И если вы думаете, что продажа технологий происходит по интернету, скайпу, по почте, по телефонному звонку или как-то еще, нет, к сожалению, это не так. Продажа происходит путем долгих личных контактов, работы с странами, принимающими решения. Поэтому ничего не... А тем более в той области, в которой работаем мы, да, это, как я уже говорил, ультраконсервативные отрасли под названием транспорт. И то, что сейчас происходит в мире, это вот мы видим, появляются новые технологии интересные, транспортные, какие-то спорные, какие-то, как Skyway, уже прочно стоящие на ногах и идущие вперед. Вот. Все это показывает, что есть огромный-огромный запрос на... Да нет, мы сегодня не пьем. У нас трезвый день, плюс у меня еще прививка от желтой лихорадки. Мне вообще пить нельзя в ближайшие несколько дней. А то можно случайно от желтой лихорадки где-то в деблях Танзании и закончить свой путь. А я так понимаю, что я еще некоторое время для проекта пригожусь. Вот. Все это показывает, да, большой запрос на новые технологии. И вот даже на примере сегодня встречи в университете, да, что у декана Транспортного университета в принципе вопроса нет вообще, порвется, не порвется. Ему главное не опоздать на поезд, да. Ему нужно начать с нами партнериться, начать с нами работать, а не спрашивать вопрос. Он говорит, мне 35 лет за плечами инженерии, гражданского строительства, civil engineering. То есть мне как бы этот вопрос вообще он снят давно по поводу технологий, да. Мне нужно начать взаимодействие для того, чтобы для страны, для своей, да, для своего факультета принести наиболее максимальную пользу. Вот в этом мы с вами совпадаем. А вопросы касательно технологий, они давно сняты. Ну, в принципе, сегодня вышло там интервью с Родом Хуком. Я не знаю просто, что нужно еще сделать для того, чтобы показать, что, ну, не порвется или не порвется струна. Вот, поэтому этот вопрос для нас тоже как бы закрыт. У нас теперь основной вопрос, это именно продажа технологий. Для этого мы сейчас бегаем, скажем, суетимся и наводим вот эту вот всю движуху в Европе. Род Хук в Австралии, я полечу в Африку, да. Мои коллеги будут сейчас в центральной в Европе, в Восточной, в Западной Европе. Азия на очереди, Монголия, США, Латинская Америка. Просто нельзя нас клонировать, к сожалению. У нас есть хорошие, сильные, проверенные партнеры, которые берут на себя часть задачи, да, но все равно, и я понимаю, всех будущих заказчиков, они все хотят говорить с непосредственно представителями компании. Поэтому, не знаю, надо как-то либо клонироваться, либо раздвоиться, либо надо взращивать уже следующую смену, которая идет за нами, активных, молодых, понимающих, что не просто инвестиции надо привлекать, а что нужно продавать технологию. Это отдельный, отдельный, как бы, кусок работы. Ну, тут не только спиндосами, нужно со всеми держать в ухо востро, потому что я понимаю, что мы все такие открытые, все показываем красивые видео с полигона, показываем, как вчерашнее видео с мастерской, с нашей. А вы думаете, что не сидят специально обученные узкоглазые люди и на карандашик берут все необходимые данные? Ну, как бы, вы тогда просто плохо думаете о тех компаниях, с которыми мы потом будем конкурентны. Поэтому одно дело, когда нам говорят, а что это вы вторую неделю не показываете видео с Эко-технопарка? Может, не надо показывать, чтобы потом просто не оказалось так, что у нас уже не надо ничего строить, потому что все уже построено в провинции Гуанчжон. Уважаемым мистером Ли или Си. Да, то есть, как бы, ну, ребят, давайте понимать, что все-таки прозрачность прозрачностью, а если мы играем в большую игру, а мы играем в большую игру, ну, где-то нужно будет все-таки и меру знать. И вы тоже, ну, имеете в виду, что, конечно, можно кричать, покажите видео, два видео, там, две недели видео с полигона прошло. Езжайте, Марина Горка открыта. Можете сами все увидеть. Ну, вот, а просто рано или поздно мы допрыгаемся до того, что или китайские друзья, мистер Смит или мистер Ли скажут, классно, спасибо, ребята, вы такое классное видео нам сняли, прям показали все от и до, больше вы не нужны. Вот, поэтому давайте все-таки будем меру знать в плане того, что мы показываем по технологии. Мы и так показываем максимум у людей, вот, уровня наших экспертов, коллег, которые работают в инженерии очень давно, у них вопросов нет. У нас вопросы есть только у людей уровня, я не знаю, ну, девятого класса образования, может быть, так. Ну, как бы, такое будет всегда. Вот, поэтому здесь вопрос закрыт. Интересные очень цифры. Я вот кидаю, точнее, на конференции вчера сказал и всем посоветовал почитать интересный статистический анализ, который вышел недавно вот от пропагандируемой Сергеем Анатольевичем Института статистики глобального МакКинзи, который показывает вообще, какой наш рынок. И когда мне говорят 400 миллиардов долларов, что так много? Это же типа половина Эппла. Куда вы со своим транспортом лезете? До 2030 года мир должен 70 триллионов долларов потратить на то, чтобы хоть как-то развиваться более-менее дальше. Это официальное заключение самого одного из лучших глобальных институтов статистики, на которого равняются огромные корпорации. 70 триллионов. А вы говорите о том, что 400 миллиардов – это много. Ну, это транспорт, это инфраструктура, это то, без чего мир развиваться не может. Поэтому, ну, вот она, например, сегодня вышла статья, где наши партнеры, ну, партнеры, конкуренты, да, ну, я не знаю, назвать конкуренты них, или это просто американский маркетинг, гиперпетля сказали, что они почитали наконец-то, посидели, сколько будет стоить километр. Чудо не произошло. Километр будет стоить, ну, это пока еще, да, это они так, я так понимаю, еще краски пытаются разбавлять, чтобы окончательно не сдуться. 43 миллиона долларов, или 42 миллиона долларов за километр. Ну, 42 миллиона долларов у Хитачи Монорель стоит 27, там, или 30. Да, конечно, это два раза дешевле, чем на втором уровне расположенная китайская высокоскоростная дорога. Но все равно, они говорили о 3-5 миллионах долларов, да, что ставит их в ровни, в ровни со Скайвэй. Ну, в итоге посчитали, оказалось, что ошиблись в 10 раз. Ну, сейчас пройдет еще несколько месяцев, окажется, что они ошиблись еще в 5 раз. Начнется стройка, но они еще в 5 раз ошиблись. Ну, то есть, мы понимаем, что Анатолий Эдуардович правильно говорит, у нас только начинается какой-то кипиш среди инвесторов, о, боже мой, там кто-то поддержал гиперпетлю. Ну, когда начинаются цифры и включается банальная инженерная логика, ну, чудо не происходит. И я думаю, что поэтому у них в пятницу ушел ключевой технический директор, который к ним пришел от Элана Маска. Просто потому, что, видимо, какие-то есть такие проблемы, которые неразрешимы внутри компании. Вот, поэтому еще раз говорю, мы работаем в обычном инженерном технологическом поле. Нас поддерживают, вы, нас поддерживаете вы, нас поддерживают очень авторитетные экспертные технологические эксперты, нас поддерживают авторитетные финансовые эксперты. Так что, все, мы правильно идем. И вы сейчас видите, что скорость сериала под названием Skyway будет все нарастать и нарастать, будут появляться новые действующие лица, актеры, нанятые, как любят говорить. Вы наняли людей в Марьиной Горке, они там изображают вид, что строят. У меня у тестя дача быстрее строится. Но если у вас тесть на даче строит инновационный транспорт, с помощью которого он хочет заработать много денег, ну, значит, круто. Может быть, в тесть стоит инвестировать. А вот у нас напротив офиса в Минске уже шестой месяц в многоуровневом доме, многоэтажном доме, строящемся, что-то как-то краны не работают и строителей нет. Вот уже шестой месяц. Не знаю, вроде там финансирование какое-то было больше, чем у нас. Так что все познается в сравнении, друзья. Вот. На этом я вас, думаю, покидаю. Все, спасибо. На сегодняшний день. Да, на сегодняшний день. Немножко надо сейчас попить чаю, поужинать и ложиться спать. Вот. Так, если у кого-то есть какие-то друзья, ой, господи, какие-то вопросы у меня уже мозг это начинает немного выгорать. Мне еще, я думаю, блин, еще 7 дней надо будет в Танзании. Но там уже я буду без Леши и без Сергея Анатольевича, поэтому там только ваша моральная поддержка мне поможет. Вот. Ну все. Тогда всем всего до... У министра я выступал с самым главным буклетом, расположенным вот здесь. важнее этого буклета ни у кого и ничего нет. Все. Всего доброго. Спасибо за внимание. Строй Skyway. Ну, на самом деле, дорогие друзья, оговорка насчет друзей у Виктора была не случайна, потому что мы приближаемся планомерно к Берлину и те, у кого есть знакомство, пожалуйста, приглашайте, я имею в виду серьезных потенциальных средних крупных инвесторов, деканов технических университетов, деканов каких-либо научно-исследовательских, не деканов, руководителей научно-исследовательских лабораторий, все, что может способствовать развитию нашего проекта и, собственно, будет идти в логике развития. Пожалуйста, приглашайте в Берлин на «Инотранс-2016» с 20 по 23 сентября в скором времени будет создан специальный инструмент для того, чтобы вы смогли дать информацию и тем людям, которые уже на очень серьезном уровне, ну, собственно, они думают, что на очень серьезном уровне, но когда вы предложите им бизнес Skyway именно в виде лендинга, приглашения на конференцию в Берлине и там будет узнать подробнее о Skyway, это может стать точкой входа для крупных предпринимателей, для директоров заводов, для руководителей страховых, пенсионных фондов и так далее и тому подобное, потому что время действительно к этому, дамы и господа, максимально уже подходит. И немножко про схему, которая родилась у меня в идее, как взаимодействовать с европейским рынком на основе тех событий, которые у нас сегодня произошли. На самом деле дорожная карта вот она, сегодня сформировалась. То есть, чтобы запустить адресный проект в европейской стране, нам нужно согласование по европейским стандартам и по стандартам стран Евросоюза. Соответственно, какой-либо технический университет может провести исследование, может подтвердить и в каждом государстве присутствуют государственные аккредитующие и проводящие экспертизу агентства. Здесь также есть такое агентство, мы будем у него также в заключение получать. И на самом деле вот она схема. То есть, после того, как у нас будет поддержка соответствующих агентств, технических университетов и также, естественно, мы хотя бы засветимся первично у министров транспорта, вот как сейчас показывает логика, у нас получается строить бизнес максимально четко и быстро либо с бывшими министрами транспорта, либо с теми, кто недавно вошел, у кого голова не сильно загрушена бюрократическими процессами, и с ними действительно можно выстраивать разговор. очень сильно видно было, что горели глаза сегодня у министра транспорта, естественно, он сидел, как именно человек, участвующий, как и все мы в повседневной жизни IT, смартфонов и так далее, проверял почту, но не отрывало своего взора от презентации, которую обязательно используйте в ускоренном режиме промотки, вот именно демонстрации, как осуществлялось строительство, работает очень хорошо, и люди такого уровня с первичной встречи заинтересовались проектом, и мы нисколько не жалеем, потому что так как сегодня не попали на презентацию Hyperloop, то есть также коллег по цеху транспорта второго уровня, и конкуренты, не конкуренты, и вообще кто выйдет на рынок, это покажет только результат и только сеть адресных проектов, которые сейчас мы формируем уже в реальности, а собственно подписание от Hyperloop неизвестно, это реальность или нет, но пока же только сама технология, реализованная технология, демонстрация, далее сертификация, но еще до этого времени, дорогие друзья, наша с вами задача, которую мы замечательно с вами выполняем, это инициировать сеть адресных проектов, именно она будет генерить прибыль и ответить на самый главный вопрос, который интересует наверное 70, если не 80, если не 95% людей, которые присутствуют на конференциях, на вебинарах, когда же мы будем получать дивиденды. И собственно давайте продолжать свое шествие по городам, по странам, по Европе, в Братиславе мы обязательно сделаем отдельный анонс, потому что эту конференцию лично мы с Сергеем Анатольевичем рекомендуем посетить и рекомендуем вплоть до того, чтобы с Праги люди приезжали, потому что это действительно на уровне, когда организован перевод через наушники, это профессионализм, к которому стоит стремиться некоторым городам к проведению конференции на территории России, это действительно планка, которая взята очень высоко и помимо развития сети коллеги занимаются уже построением адресных проектов, которые пока что ничего не приносят им только расходы времени и собственно расходы материальные договоренности, но далее это может сформировать очень серьезный бизнес и как вы думаете, кто сможет уже возглавить управляющую компанию, к примеру, Словакия. Строй Skyway, спасай планету, Европу и собственно весь мир и дай дорогу в мир трансмайту. Сергей Анатольевич, если у вас есть еще что сказать, то вам слово. Спасибо. Вы видите, как мы сегодня в походных условиях, все как бы с одного компьютера, с одного номера, вот, идем, делаем и видите, как действительно складывается сейчас очень такая эффективная работа и Виктор правильно сказал, мы сейчас подводим к тому, что проекты в один день не рождаются и в один день не запускаются и сегодня решая задачи и по ответам на вопрос и по и по и потому, чтобы не снизить сегодня интенсивность работы с партнерами, мы, конечно, уже, видите, параллельно ведем сейчас и переговоры и запуски проектов и они рождаются прям, я говорю, у нас практически не проходит дня, сегодня даже с техническим университетом пока заканчивали встречу, мы как минимум там два проекта сейчас мы как минимум два проекта сейчас обсудили, сделали и как раз в перерывах у нас был разговор и звонил Юницкий вот там по результатам как раз встречи надо было судить и как раз ряд вопросов я с ним уже обсуждал если нам будет поставлен такая задача он говорит однозначно будем решать однозначно будем готовить предложения по запуску такого рода проектов именно с технической точки зрения потому что речь идет о заказе на специфическую трассу которая будет выполнять определенные задачи и это как раз уже такая практическая работа для конструкторского бюро а еще раз то с чем мы говорили почему для нас сегодня очень важен контакт на уровне министерств ведомств в Братиславе в Словакии потому что она вот сейчас подготовка торжеств все перекрыты туда-сюда мигалки ездит все руководство Евросоюза сейчас в Братиславе потому что она у них плановая смена управления каждый год и от Польши принимает эстафету управления Словакия естественно что все министры все они будут входить и возглавлять комиссии по определенным направлениям естественно что через контакт министров транспорта Словакии мы будем уже рекомендовать и материалы показывать для наших других коллег из других стран естественно что везде своя специфика естественно что везде подход определенный но эту работу мы сейчас делаем и как показывает вот практика сегодняшних встреч вообще последних вот трех недель сейчас будем пожелаем удачи будем ждать результатов Виктора в Африке в Танзании вот это тоже друзья вот начало серьезного большого пути вот и как он уже конечно сказал что надо уже растить смену то есть он уже очень скажем так пожилой человек в Скайвее ему аж 33 года вот поэтому друзья конечно это некий определенный юмор но нас ожидает большая большая работа вот мы к этой работе готовы мы ее делаем и видите что благодаря нашему с вами сотрудничеству на протяжении этих трех лет мы имеем право и мы можем сейчас говорить и делать то что сегодня происходит потому что вот мы когда вышли из министерства все естественно в таком приподнятом настроении потому что когда проходят удачные презентации когда люди такого уровня нас поддерживают и говорят что да мы обязательно будем сотрудничать конечно друзья это вызывает определенный оптимизм это результат нашей работы и вспомните когда три года назад мы говорили мы будем мы собираемся а сейчас когда идет фотоотчета проделанной работе и это все результат нашей совместной деятельности друзья конечно это совсем другие ощущения совсем и вот я как раз ребятам задал вопрос а вот что было бы если бы мы сейчас разговаривая с министром не имели за спиной работу 24 часа в сутки три смены семь дней в неделю и без прекращающегося работы и в конструкторском бюро и в строительственном полигоне то что сегодня происходит что бы стоила наша презентация или что бы стоили наши слова сегодня и заканчивалась бы она обычно всегда дайте нам денег и мы вам покажем а сейчас друзья мы говорим приезжайте мы вас приглашаем на то что мы будем показывать это совсем другой подход это и когда мне в Германии задают вопрос ну скажите два отличия чем вы отличаетесь от традиционных хайпов я так смеюсь я говорю друзья первое отличие и основное что ни один хайп три года не пережил ни один нету проектов сегодня которые живут больше трех лет год полтора максимум а мы друзья живем развиваемся показываем и активно строимся это раз и второе мы не создаем финансового инструмента когда обещаем взять у людей деньги вложить их куда-нибудь в финансовый инструмент заработать деньги и вернуть прибыль мы говорим что друзья единственное куда сегодня идет инвестирование это строительство экотехнопарка и сегодня когда говорят а когда я смогу вернуть свои деньги то есть очень там у нас назойливо этот вопрос вот задавали вчера там они очень скептически настроенные люди и ответ здесь единственный когда будут покупать нашу технологию когда мы создадим на нее спрос придут заказчики на эту технологию вот тогда друзья мы с вами будем зарабатывать потому что никаких финансовых инструментов никаких оборотов денег мы реально не делаем мы все вкладываем только в технологию и только технология позволит капитализировать интеллектуальную собственность ничего другого это друзья стопроцентная венчурная технологическая компания и мы с вами все сможем рассчитывать на венчурную премию только в том случае когда технология станет реальной и на нее возникнет спрос и вот здесь вот друзья как раз когда я отвечаю на вопрос я говорю что мы вам можем гарантировать и над чем мы работаем что спрос на нее будет постоянно расти постоянно мы это видим мы это сейчас ощущаем и мы это сейчас создаем и вот в этом друзья вы можете не сомневаться когда мы продемонстрируем технологию когда мы создадим десятки а потом сотни а потом тысячи адресных проектов вот тогда друзья собственно и будет речь вести о капитализации об IPO о доходах дивидендах и так далее и так далее и так далее поэтому друзья как у нас сейчас уже традиционно как традиционно сейчас уже между собой мы когда говорим что эффективный вот такой день конечно да мы устаем да конечно это очень серьезно матывает но всегда есть моральное удовлетворение мы всегда можем в конце дня сказать что день для Skyway сегодня прожить не зря вот с чем мы собственно и вас поздравляем мы активно работаем почему и вас призываем потому что нам нельзя не за июнь не за июль не за август который сейчас идет снизить и темпы работы и привлечения инвесторов и инвестиций потому что ответственность большая работу которую предстоит сделать большая и мы с вами должны и темп который мы сейчас взяли именно исходит из того что мы должны не снизить а наоборот увеличить приток новых партнеров приток новых инвесторов инвестиции которые сегодня идут в Экотехнопарк для того чтобы в сентябре достойно продемонстрировать технологию а в октябре начать первые презентации демонстрации именно заказчикам именно тем кто будет приходить в проект уже для капитализации интеллектуальной собственности ну вот друзья я думаю что такого объема и соответственно новостей такого объема работы которая сейчас вполне для одного вебинара достаточно еще раз друзья просим извинения что новички которые сегодня могли прийти но я думаю что то что они увидели услышали вполне достаточно чтобы сделать вывод как минимум что технология есть как сегодня обычно принято говорить и второе что надо подумать и серьезно присмотреться для того чтобы инвестировать и стать партнером в этой технологии к чему мы вас собственно сейчас и призываем поэтому друзья строй skyway спасай планету мы объединяем мир и объединять это наша работа следующий вебинар следующая среда друзья все будет по плану вот мы будем работать в обычном режиме вот я правда сейчас даже не могу предположить где я в этот момент друзья буду так же как Алексей поездок меньше командировок меньше встреч это друзья только начало и мы сами это прекрасно понимаем но это друзья тот случай про который я много раз говорил произнося поговорку моей бабушке она была у меня мудрейший человек она всегда говорила дай бог нам дожить до этих проблем так вот я могу сказать что мы к этим проблемам подходим они нас не пугают более того я могу сказать что многие эти проблемы отчасти даже радуют потому что это результат предыдущей проделанной работы мы с вами решим и те проблемы которые будут вставать в октябре и в ноябре и через год и через два и сейчас мы с вами будем все видеть более и более активные быстро развивающиеся проект адресные проекты бизнесы ну и соответственно как результат всего этого это капитализация тех пакетов которые мы сегодня с вами сформировали на венчурной стадии и которые наша теперь задача сначала чтобы они обрели какую-то цену потом номинальную цену потом постоянно росли именно увеличивая спрос на технологию а это друзья мы вам гарантируем что ближайшие пять лет спрос на технологию будет стремительно расти просто стремительно все друзья всего доброго рад что вы с нами следите мы теперь будем периодически включать перископ то есть наконец-то он у нас так заработал поэтому подписывайтесь следите мы будем делать спонтанные ну то есть новости которые будут идти по ходу потому что очень много интересных встреч происходят в разных городах и так как перископ всегда с собой я и Алексей мы будем постоянно включаться так что следите в том числе и за перископом это очень эффективный инструмент ну и дальше мы вас будем естественно всегда информировать о том что происходит и о том что происходит 010 eyewitness news а australian food Продолжение следует...